Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Сегодня мы с вами рассмотрим очень типичную для 11-го чемпиона мира Роберта Фишера партию, которую он сыграл на Всемирной шахматной олимпиаде в 1962 году. Соперником Фишера был немецкий шахматист Вольфганг Унцикер. В этой партии Роберт Фишер черными применил свой любимый вариант Найдорфа в сицилианской защите и одним из первых показал, что позиции с ослабленным полем Д5 и отсталой пешкой Д6 при наличии плохого чернопольного слона у черных совершенно не так уж радужны для белых. У черных есть своя контрыгра на ферзьевом фланге, а также направленная против пешки Е4, атака, которая сковывает белые фигуры. Действительно очень показательная партия, которая стала своеобразным маяком для предводителей черных фигур в варианте Найдорфа. Е4 пошел Унцикер, С5, Конь Ф3, Д6, Д4 разменялись, Конь Ф6, Конь Ц3 и А6. Белые здесь играют СЕ2, Е5, Конь Б3 и СЕ6. Точнее СЕ7, но именно в то время вырабатывались основные правильные порядки ходов за обе стороны в этом интересном варианте. Два нуля сыграли белые, Конь БД7, Ф4, ФС7 и Ф5. Таким образом, белые стремятся разменять белопольного слона соперника и захватить контроль над пунктом Д5. Слон С4, А4 играет здесь Унцикер и после СЕ7, СЕ3. Рокировка и А5. Черные сразу же высвобождаются от зажима на ферзьевом фланге, сыграв Б5. Унцикер берет на проходе, Конь бьет Б6 и стоит заметить, что эта же позиция случилась в одной из партий турниропретендентов, проходившего в том же году на острове Кюрасао. Игравший белыми Йеллер против того же Фишера пошел король Аш1. Ладья ФС8, далее размен на Б6, на С4, ферзь Е2, ладья Б4 и ладья А2. С идеей поставить коня на А5, ну и в дальнейшем ладья Б2 невозможно, ввиду вилки на С4. В той партии Геллеру удалось захватить инициативу, но все-таки Фишер выкрутился, поединок закончился в ничью. В нашей же партии Унцикер играет слабее, забирает на Б6, после ферзь Б6 отходит королем на Аш1 и слон Б5. Идея черных поставить слона на С6, атакуя пешку Е4, а также продвинуть свою пешку на А5. В этой позиции, согласно Фишеру, лучше всего белым было сразу забрать на Б5, после АБ пойти в ферзь Д3, атакуя пешку Б5. В то же время на доске разноцветные слоны, которые при массовом размене фигур будут предвестниками скорой ничьей. Но Унцикер играет более амбициозно, он бьет на Б5 слоном с целью использовать силу своего коня против плохого вроде бы слона соперника. После АБ конь Д5 и после взятия ферзь бьет Д5. Белые наконец достигли нужного соотношения сил, но после хода ладья А4 оказывается, что у черных есть свои контршансы, направленные против пешки Е4, а также состоящие в тотальном контроле над линией А. Как раз то, о чем мы с вами говорили в начале видео. С3 сыграли здесь белые, ферзь А6. Позиция белых усложняется тем, что их конь чрезвычайно далек от вожделенного пункта Д5 и контроль над этим центральным полем совершенно белым здесь ничего не дает. Пешка Д6 надежно защищена, а контршансы черных на ферзьем фланге более чем весомые. Эта же позиция создалась в другой партии турнира претендентов на Кюросау в том же 1962 году. Белыми играл Таль, ну а черными тот же Фишер. Как мы понимаем, 11-й чемпион мира был очень принципиален в своих дебютных предпочтениях. В той партии 8-й чемпион мира сыграл ладья АД1, и после ладья С8, конь С1, Б4, конь Д3 произошел размен пешек на С3. И здесь Роберт Фишер упустил часть своего преимущества, сыграв просто ладья А5. В дальнейшем Талю удалось добиться ничьей. Ну а если бы Фишер забрал на С3, то скорее всего он партию бы выиграл. Дело в том, что удар конь бьет Е5, ничего белым не дает. На ДЕ хода Ферзь Д8 нет, потому что последует не взятие, а слон Ф8 и черное с лишним слоном. Ну а если забрать на Е5, играя на слабость 8-й горизонтали, то самым точным является ход слон Б4. И если забрать на С3, с целью отвлечь слона с диагонали А3, Ф8 и поставить мат по 8-й линии, то просто Ферзь бьет Ф1, отвлекая ладью и оставаясь с тем же лишним слоном. Но все-таки в данной позиции белые могли сыграть иначе. Ход G3 впоследствии указал гроссмейстер Роберт Хюбнер. Идея белых оставить поле H3 для своего короля, куда он может пробежать через поле G2. Ну а на ход слон G5 как раз можно пойти H4 и добраться до поля H3 можно даже и по прямой дорожке. В общем здесь позиция примерно равная, хотя конечно белым нужно действовать очень-очень осторожно. А в нашей партии Юнцикер сыграл H3, ладья C8, пошел Роберт Фишер, ладья F1, избыточно защищая пешку Е4 и H6. Как покажет дальнейшее течение этой партии, форточка является очень важной. Король H2, сыграли белые слон G5. Как мы видим, белая форточка оказалась не очень-то надежной. В какой-то момент может последовать слон F4. Лучшим решением является ладья АД1, но Унцикер решил предупредить ход слон F4 путем G3 и это оказалось решающей ошибкой. Ферзя 7, прицеливаясь к пункту F2, король G2, ладья А2. Пешка на B2 сейчас под боем, что же делать? Если разменяться на А2, что было лучшим решением, ход ладья Е2 не проходит ввиду ладья C3. На взятие теряется ладья на Е2. Ну а если забрать на B5, то взятие на B2 с шахом и дальше ферзь C3. У черных лишняя пешка, не отличные шансы на победу. Но все-таки это было меньшее из зол, а Унцикер растерялся, пошел король F1. Фишер же забрал на C3 ладьей и немецкий гроссмейстер сразу же подписал капитуляцию. Он это сделал весьма вовремя, потому что на BC последует, конечно, мат в один ход. А если забрать ладью на А2, то ладья F3, далее шах ладьей, ферзь бьет А2, ладья А1, ферзь бьет B2. И черным, как мы видим, очень пригодилась форточка, сделанная ходом H7, H6. Конечно, в этой ситуации белый король находится в матовой сети и дальнейшее сопротивление абсолютно безнадежно. Вот такая очень красивая, типичная партия для варианта Найдорфа. Роберт Фишер в своем любимом дебютном варианте показал, что общее соображение по поводу плохого чернопольного слона черных отсталой пешки D6 имеют весьма отдаленное значение для оценки конкретной возникшей на доске позиции. Он использовал своего слона по максимуму, развив контратаку на белого короля и заставив довольно быстро сдаться весьма сильного немецкого гроссмейстера. Надеюсь, что данная партия вам понравилась. В этом случае не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для всех, оставляйте свои комментарии. Благодарю вас за внимание. До свидания.